У нас на этом городе есть бюджет порядка 4,5 миллиарда рублей. Все меры поддержки будут скреплены, сейчас мы их переформансируем, что это немного про новые реалии. И есть, которые продолжают работать, будут ли это с изменением, в том числе сегодня, то, что было озвучено, будем учитывать. По логистике, это как информация, мы думаем, что она полезна. Сделана такая пятикредель Минтранспорта России на Минтранспорта региона. Разработали формочку, которую предлагают заполнить предприятие, если у них возникла потребность в изменении логистики по сырьевой базе. Эту форму я передам, кстати, Артур Сергеевичу, такую, чтобы вы подъедете с вами, а вы ее дальше используете. Отдаем адреса, всю эту форму указанную, передаем наш ТПП, Минтранспорта, Минтранспорта России, и специально собранная группа по повышенному режиму помогать предприятиям, ставим нового логистического цепочка. По импортозамещениям сегодня много было сказано. На базе, и все, наверное, вы видите, что импортнорг, Минтранспорта, Минтранспорта, с компанком, с импортозамещающим режимом. Я хочу сказать, что у нас она в республике. Она аналогична перед тем, что она была площадкой, но наша республикация, место по поводу заказу, создано. Там порядка 130 тысяч заведенных позиций на предложение. И если сейчас вы на сайт зайдете, вы увидите уже основанную страничку, где я вставляю предложение по спросу. И у меня к вам сегодня здесь находимся, коллега, предложение после завершения этого мероприятия подойти ко мне, и мы будем с именем нашего организма. Кому вот сегодня прямо надо изменить поставку какого-то позиции, которой вы пользовались ранее, и сейчас та страна не может связи с этим. Мы эту импортозамещающую режиму, допустим, ее уже надо наладить, но мы, как и я, мы точно обрежим, на ваших примерах попробуем сразу найти вам для отражения. Ну, это не здесь, а может быть, если соответственно. Сейчас уже начали некоторые мероприятия работать, но пока, в принципе, вот есть такой план, первоочное мероприятие, он порядка 100 мероприятий, 8 разделов, но он, скажем, обходит из-за некоторого такого пространства, и вы как документ ему еще утверждены, смотрящие, не видим, но уже ориентиры, куда двигается, говорит, что страны можно увидеть. И часть этих уже превращается в нормативный правый образ. Первый закон, он 6-й местный изменений, обогрете его под нынешнюю ситуацию, это кредит динамиковой и реабилитической цепи для судейского предпринимательства. Вот здесь был указан на полгода, срочка с 1 марта, можно подать зарядку до 20 сентября. В своей банке банке, я остался под срочку, и дело, и процентную структуру. Был вопрос сейчас про АКВЭДы. Вот под этот закон нового постановления федерального, мы уже подтверждили нового величина АКВЭДов. Он гораздо шире, чем те АКВЭДы, которые мы подыминивали. Мы посмотрели по налоговому сайту в республике порядка 160 тысяч лет предпринимательства. Те АКВЭДы, которые сейчас в основном на время прорез в России, примерно 130 тысяч лет предпринимательства попадают в те отрасли, в которые могут обратиться за каникулами. Они кредитные. Это бутуальный город, и мы на сайте будем вывешивать вновь выходящие от нас не по уровню. И вот по поводу неподозамещения, я прям оставил, чтобы я просто слышал у АКВЭД, что, да, что-то не можете поставить. Давайте попробуем сделать. Вот еще. Спасибо, Шанин Ильич. Ну, где-то я еще один вопрос займу. Там, пока, сейчас, мы не знаем, кстати, вывезли с Россией, Амельевичем, Читаем, и потом одно небольшое моментальное. То, что вы представили, но вообще хотел сказать большое спасибо всем участникам. Вы все предложения будем реально рассматривать. Садикой ничего не придумал, только опираясь на вас. Но каждый предложение нас надо аргументировать и доводить. Потому что от нас, от группы, это очень много зависит. Сейчас нас со всех проработка другого. Точно располагается. Сейчас, посмотрите, вот смотрите, вот США, Дома Чиганка, они тут на первом месте от России. Дома Чиганка на второе место. Пытается, чтобы в нашу месту никто не брал. Дома Чиганка на второе место тоже пытается. Амельный опыт, алюминий, и вот я остаюсь. отчетайся. Видите, только представляет потенциал в России. Иди, стоя дальше. Это все ресурсники, нокки-покки. Никель, зону, нефтинг. Алмазы, азбек, гель, это, чтобы знать, что в государстве достаточно страна. Это вот больше США, которые есть, никто не денешься. Это и кто на своей месту понимает. Вот это вот мы сразием одним махом и под завещением их не можем. Посмотрите, внимательно. Видите? Все эти годы мы, конечно, очень слабо и под завещением занимаемся. Теперь предстоит посмотреть на всех по-другому. Как им включится, то тут одна мне девочка не стала. Включи, пожалуйста. Посмотрите. Все покажения учебы, а теперь он концовки немножко. проектическая штучка. Включали. Что? Многие не заумевают, почему так произошло. Я вам скажу, не тут заставку. Потому что мы исторические, генетические, самые сильные, самая вынувленная, самая искренняя нация. И сейчас нечего пугаться, потому что всю историю нас и так не дает привод. Нас боятся за правду, за генетическую справедливость, понимаете, за то, что мы другие. Они не понимают нас, потому что у нас широкая, честная душа, у нас самые величайшие умы на свете. Ученые, писатели, художники, композиторы. И в то время, когда весь мир сейчас подвяз волши, подвязывание друг к другу с задницей, в алчности, в ножи, в разврате, у них у всех затуманенных разумов. Никто в Европе, и тем более в Америке, не готов терпеть для себя хоть маломайские неудобства, которые представляем для них мы. А мы держава, мировая, мы народ, который проживает в любых условиях, и в сибирске, в арбузе, и в полу. Скажите мне, кто еще такой закаленный, кто такой синий, crazy, как называют в Америке, когда у некоторых сиесты, собаи, работают в полноги. Мы можем трудиться по 12 часов смену, потом приходить домой, варить борщи, убираться, делать, ведь мы с вами супернация, мы супермен, супервумены. Но самое главное, мы всегда будем честны, всегда доверяемся справедливость и всегда будем макриотичны. Мы хотим мира во всем мире и мира для всех нас. А они хотят денег, они хотят регионов, чтобы всех нас поработить, потому что мы им неудобны, остальные просто продажные и прислужники. Русский народ не надо обижать, у нас есть только один грех, это то, что мы, порой, теряем веру в себя, мы забываем, кто мы, какие, нашу историю, что мы с вами самый великий народ. И я сейчас ни слова не говорю о власти, какая бы власть ни была, мы, мы народ, великий народ, он самый лучший, самый расходный, самый трудолюбивый народ на свете. Мы люди, и мы должны включить свои головы, раскрыть глаза, посмотреть, что вокруг нас, каждого из вас. Сосед, продавец, магазин на ближайшем, водитель, автобус, нянечка в детском саду, это все великие люди. И когда мы друг к другу будем наноситься с уважением, когда мы друг к другу будем делать добро, не ожидая ничего взамен, когда каждый человек почувствует свою истинную ценность, патриотизм, тогда наша страна сама по себе расцветет, понимаете, без чьего ни было участия. Мы с вами великие люди. Мы с вами великие нам. Не забывайте. Спасибо. Я думаю, что ваш первый в итоге с нас встретимся с Минитаром будут претендовать. Спасибо.